Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Здоровый шопинг. В торговом центре на Минской 111 работает мобильный прививочный пункт. Производится осмотр перед вакцинацией. Какой график? Важнее всего – погода в доме. В стране увеличился спрос на покупку дров. Это уже на следующую зиму. На это у меня есть. Почему сани лучше готовить летом? В главных ролях – Шура Балаганов. Бобруйск собрал лайки в Южной Корее. Что привлекло тревел-блогера. А также миграционный кризис. Зимний дизель и первый блин. В Осиповичском районе пьяный подросток угнал автомобиль. Как вычислили нарушителя? Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1862 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразили 632 887 человек. Тем временем в Бобруйске продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку делают прямо в торговом центре. В мобильном пункте, который расположился на Минской 111, задействованы сотрудники третьей поликлиники. Сделать антиковидный укол здесь может любой желающий. В наличии российский препарат «Спутник Ви». Перед прививкой, если пациент желает привиться, у него должно быть наличие паспорт, сам пациент. Производится осмотр перед вакцинацией, спрашивается анамнез, жалобы, измеряется температура тела, сатурация, давление. И уже на основании заполнения анкеты и на основании клинических данных пациент допускается до проведения вакцинации. Время работы пункта в Евроопте – с 16 до 18 часов. Сделать прививку также можно в торговых центрах «Корона» и «Абсолют». Там медики работают с 3 до 5. Насмотрелся боевиков. В Осиповичском районе 16-летний подросток угнал автомобиль. Парень отдыхал в компании друзей, после чего решил воспользоваться чужим транспортом. Незаметно взял ключи и поехал кататься по району. Поездка длилась недолго. Нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет. Это был его первый опыт вождения. В аварии он не пострадал, поэтому, бросив машину, отправился обратно пешком. Проезжавшие водители сообщили о ДТП в ГАИ и вскоре его виновника задержали. При разбирательстве выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона следователи возбудили уголовное дело. Первый энергоблок, зимний дизель и начинающий режиссер. Белорусский профсоюз объявил конкурс видеосюжетов. Что на кону? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. За прошедшие сутки в районе пункта пропуска Брузги зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи. Ночлег для беженцев неподалеку от границы в Гродненском логистическом центре организовали по поручению президента. Меречие питание раздают и здесь, и в самом лагере. Кормят людей два раза в день. Принято решение о размещении части иностранцев в других местах. На рейсы, следующие из Турции в Беларусь, не будут теперь пускать граждан Афганистана. Ранее подобные меры были установлены в отношении жителей Ирака, Сирии и Йемена. Решения последовали вслед за обвинениями в адрес компании о причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь. Первый энергоблок Беларусь отключен от сети действием автоматики, сообщили в Министерстве энергетики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на атомной электростанции и в зоне наблюдения в норме. На автозаправочных станциях «Беларусьнефть» автомобилистам стал доступен зимний дизель. Топливо, выпущенное на наших НПЗ, выдерживает до 20 градусов мороза. Белорусский дизель, к тому же, имеет экологический класс Евро-5, что говорит о высоких стандартах работы производителей и качестве отечественного топлива. Белорусский профсоюз объявил конкурс «Нужно снять ролик с признанием в любви к городу, улице или малой родине». Сюжет должен соответствовать девизу «Люблю свой край» сторонку ГЭТУ. Формат МП-4, хронометраж до пяти минут. Победитель получит десятидневную путевку на двоих в любой санатории Белпрофсоюз-курорта. Ролики можно присылать до 25 ноября на электронный ящик, который вы видите на экране с пометкой «Конкурс». Горячая пора. Пока одни бобруйчане ждали включения централизованного отопления, другие уже давно согревались дровами и торфабрикетом. Но ведь впереди еще долгая зима, и запастись нужно впрок. Помогает в этом жителям частного сектора Бобруйский гор Айтопсбыт. Задача предприятия не оставить без тепла ни один дом. В нюансах разбиралась Ольга Васенда. На календаре середина ноября, а значит зима не за горами. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют сплошные ночные заморозки. За погоду в доме в Бобруйске отвечает «Гора» и «Айтопсбыт». Настоящая горячая пора здесь началась еще в середине лета. Ежедневно к нам поступают две машины брикета и две машины дров. В основном дрова хвойных пород, иногда бывает береза, иногда граб, осина. Но это все по наличию в лесничестве. На балансе предприятия более 4 тысяч частных домов нашего города. Обслуживается не только Бобруйск и район, но также Глузск, Осиповичи и окрестности. Уже реализовано свыше 5800 тонн брикета и без малого 5000 кубометров дров. В настоящее время мы работаем с двумя торфопредприятиями. Это ОАО «Днепровское торфопредприятие» и ООО «Сторопинский ТБЗ». Ежедневно к нам поступают от них брикет. А с лесхозами у нас на сегодняшний момент 4 лесхоза. Это Бобруйский лесхоз, Кличевский, Буховский, Глузский. С недавних пор заключили договор с Осиповическим лесхозом для обеспечения конкретно Осиповического участка. В 2021-м спрос на дрова среди населения вырос на 30%. В министерстве это связывают с морозной зимой. Топить печи и паровое горожане были вынуждены больше и дольше обычного. Нынешний же отопительный сезон стартовал на несколько недель раньше. Не исключено, что это вызвало всплеск заявок на приобретение дров. В Бобруйске на граб, осину и ольху тоже ажиотаж. На очереди около 300 заявок. Из-за высокой загруженности предприятие временно не принимает заказы на разделку и доставку дров. Только самовывоз. Нововведение действует с сегодняшнего дня. Тем, кто оформил договор заблаговременно, топливо привезут в срок. Стоимость, несмотря на небывалый, спрос осталась прежней. Тонна брикета обойдется в 27 рублей 82 копейки. Кубометры дров стоят 9 рублей 8 копеек. Кстати, готовить сани специалисты рекомендуют еще летом. Это уже на следующую зиму. На это у меня есть. Ну, что-то подсохли. Две тонны брикета взял, а на остальные 2,6 куба дровами. Оформить договор и узнать все детали можно на Бахарова 7. Чтобы оставить заявку, необходимо взять с собой паспорт и топливную книжку. Тем, кто заказывает сырье впервые, нужна еще и справка о составе семьи. К слову, в год на один дом положено 3 тонны брикета или 4,9 кубометра дров. Смотреть в оба. На дорогах Бобруйска в последние дни участились аварии. Предотвратить беду – главная задача госавтоинспекторов. Особенно, когда речь идет о малышах. Только в этом году в городе зафиксировано 10 ДТП с участием несовершеннолетних. Потому внимательность – главное правило безопасности. В 18-й школе проводят викторину на знания ПДД. На практике проверяют, как дети переходят дорогу. Здесь же инспектор ДПС отвечает на вопросы, напоминает про фликеры и опасность игр у проезжей части. И как переходите дорогу? На какой свет светофора? На зеленый. А когда темно? Когда темно, с фликерами. А у тебя есть фликер? Ну да, вся куртка. Если нет светофора, то надо подождать, когда машина остановится и посмотреть налево, направо и еще раз налево. А потом уже идти. Дойти до середины, потом посмотреть направо, налево и еще раз направо. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными в сложных погодных условиях. В ближайшие дни прогнозируются перепады температур от минусовых к плюсовым. Туман, гололедица, мокрый снег, переходящий в дождь. При движении водителям нужно выбирать безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал. Важно избегать резких торможений и по возможности обгона. Особенно быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Из Бобруйска с любовью. Город на Березине посетил южнокорейский гость. Турист из Сеула побывал в Свято-Никольском соборе. Совершил променад по социалке и прогулялся вдоль Березины. Что впечатлило иностранца? Смотрите прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Чан. Я Джабут Чан. Знакомьтесь, это Донг Хи Чан. Он живет в Сеуле. Столица Южной Кореи мало чем может удивить местного жителя. А вот другие города и страны – пожалуйста. Уже не первый год в топе туриста – Бобруйск. Для искусствоведа и театрального критика Республиканский фестиваль национальной драматургии – большой интерес. К сожалению, в этом году его отменили. Но наш герой решил не упускать возможность и познакомиться с известным белорусским городом. Заодно – снять ролик для друзей. По классике – променад по социалке и знакомство со старым городом. Историю и географию Бобруйска не объять за день, но гость не теряет надежду. Танк Бахарова – памятник военным авиаторам. Обязательные пункты экскурсии. Затем – ближе к местной природе. Не посетить Березину просто невозможно. Она – самая длинная река, которая на всем своем течении расположена в Беларуси. Гость сравнивает ее с Ханган – важнейшим водоемом в Южной Корее. И, конечно, надеется увидеть символ города – бобров. Белорусские березы напоминают гостю о дереве сакуры в Корее. Общего у них, конечно, немного, но и те, и другие отражают красоту своей родины. Дальше турист отправляется в Свято-Никольский собор. Основная религия в Южной Корее – традиционный буддизм. Но и христиан там немало. У меня очень много друзей в Бобруйске. Они показали мне достопримечательности вашего города. Рестораны, какие-то культурные места. И когда я вернусь обратно в Корею, я еще больше углублюсь в изучение вашего города. Дон Хичан все время сравнивает Бобруйск и Сеул. Оба города чистые и красивые. Но один большой и шумный, а другой маленький и уютный. Плюс здесь гостеприимные, добрые люди. Южнокорейский гость уверяет – вторую часть ролика он снимет непременно. Я вернусь. До свидания. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok